Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий Александр Катунцев. Сегодня в гостях у нас в студии государственный советник Таможенной службы Украины, экс-начальник Одесской и Ильичевской таможни, председатель Совета ветеранов Южной таможни Михаил Ковальчук и государственный советник Таможенной службы Украины, экс-начальник Раздельнянской таможни и Черноморской региональной таможни города Одессы Василий Кочуренко. Добрый вечер, уважаемые гости! Я рад приветствовать вас в нашей студии. И первый вопрос, Михаил Николаевич, будет у меня все-таки к вам, потому что вы отдали таможенной службе Украине. Украина, насколько мне известно, 38 лет. Огромный промежуток времени. И знаете ситуацию на Одесской таможне, проблемы на Одесской таможне, как говорится, не понаслышке. Что происходило в таможенной службе в последние несколько лет? Да, если ответить на ваш вопрос, действительно, я знаю ситуацию в таможенной службе нашей родной Одесщины, потому что я много лет трудился в Одесской таможне, я причастен к созданию таможенной службы Одесской области, когда стало независимым наше государство. Но работал на руководящих постах различных, а сейчас я являюсь председателем Совета ветеранов Южной таможни. Первое, конечно, что хотелось бы сказать, то, что нас особенно беспокоит, как ветеранов, которые привыкли переживать людей за своих инспекторов, за свои кадры, это та ситуация, которая резко обострилась в таможенной системе или поменялась в таможенной службе, когда к руководству таможенной службы пришел Игорь Георгиевич Калетник и его заместитель Степан Дмитриевич Дереволков. За этот период времени, три года, которые они руководили таможенной службой, с таможенной службы было уволено тысячи сотрудников. Это касается не только Одессы, это касается и Закарпаттия, это касается Голочины, это касается и Донбасса, и Луганска, и Сум, и Житомира, буквально всех регионов нашей страны. Как правило, всем этими вопросами руководил, естественно, Дереволков Степан Дмитриевич, как главный инквизитор таможенной службы на тот период времени, который приезжал в таможни, и, естественно, первые вопросы, которые вам разбирались, комиссии, которые он привозил, это выяснять, кто лоялен таможенной службой Украины, а кто принципиален. То есть, кто на сегодняшний день может выполнять те требования, эти задачи, которые они, по их мнению, ставили перед таможенной службой Украины или перед конкретной таможней, а кто не в состоянии это выполнять. Принцип руководящих кадров, кадров среднего звена и, наверное, исполнительность, подбирался по принципу личной преданности. Государственные интересы, к сожалению, никто во внимание не брал. А этот принцип личной преданности заключался в чем? Потому что в этот период времени резко встал вопрос перед всеми руководителями таможен, которых назначали колетник и дереволков, смогут они выполнить те требования, которых они ставили. У меня, как опытного... А о каких требованиях, кстати, идет речь? У меня, как опытного работника, знающего, что к чему, я могу сказать одно. Потребовались, по всей видимости, неучченные потоки денег от бизнеса для доставки в Киев. Я так могу предполагать. Поэтому я уверен, что так и было, так и есть, к сожалению, еще пока по сегодняшний день, потому что все это движется, естественно, по инерции. Когда в этот период времени были конкретные, смотрящие за каждой таможней, и была определена сумма наличной, денег, которые должна обеспечить каждая таможня, и должна была доставить эти деньги главному казначею таможенной службы, которым являлась дереволка. Вот по этому принципу подбирались кадры. А те кадры, тысячи людей, которые были увольнены с таможнью, увольнялись они по элементарным, как говорится, обвинениям, которые не заслуживают абсолютно никакого внимания. Готовились приказы, тотальные приказы, где в приказах было написано одна фраза. «За порушение присяги державного службовца звильниты смертных органов». И пошел список по всем таможням. По одной, по второй, по третьей, по пятой и так далее. Поэтому вы знаете менталитет наших людей. Поэтому каждый начал думать, как выживать в этих условиях. Ну, вы знаете, вы говорите о коррупционной схеме, которая была организована в масштабах всей страны. А известны вообще суммы, о каких идет речь? То есть, вот эти коррупционные потоки. Какие размеры взяток? Я вам приведу только последние примеры, что вы могли хотя бы ориентироваться в этих денежных потоках. Совсем недавно средства массовой информации объявляли по нашему любимому городу Одессе, что в гараже, в служебной машине начальника южной таможни, служба, межрегиональная служба УБЭП, были задержаны и изъяты 840 тысяч долларов. Без малого миллиона, да, почти. Также было недавно заявлено, что в Киевской таможне областной, у заместителя начальника таможни было задержано и изъято 400 тысяч евро. Все это прозвучало в средствах массовой информации, но, к сожалению, дальнейшего развития это не имело места. Все пошло на убыль, уголовные дела закрылись, если они были открыты. Что с этим и сонимаем денег, куда они делись, неизвестно никому до сих пор. Поэтому, когда начали происходить вот такие события, те люди, которые были назначены на должностях, на руководящие должностях, в фискальные подразделения, в службу без контрабанды, поняли одно, что нам в этом государстве позволили им все. Лишь бы выполнить те задачи, которые перед ними ставит высшее руководство. Я бы хотел, Василий Георгиевич, к вам обратиться и более конкретно поговорить, более детально, если можно так сказать, о кадровой политике, о той кадровой политике, которая велась вот как раз в этот период времени. Что произошло с теми людьми, которых незаконно уволили? Вот вы же говорили, это тысячи человек, да? По системе, да, это тысячи. Тысячи людей, да. И вообще, а если говорить вот поподробнее о кадровой политике, каким образом она велась? Я несколько слов, прежде чем ответить на этот вопрос, хочу несколько слов сказать о кадрах таможенной системы. Мне так пришлось создавать таможню под контролем и руководством Одесской таможни, Розелянской таможни. Мы формировали кадровый потенциал, учили десятилетиями. И таможенная служба имела мощнейший профессиональный состав подготовленных людей, специалистов, которые выполняли те функции, которые были возложены на таможенную службу. И правильно, говорит Михаил Николаевич, с приходом Калетника начались какие-то непонятные, вот, предвзятые аттестации всевозможные. Под любым предлогом люди убирались, и никто не мог понять, какой критерий, по какому критерию. А потом все поняли, что критерий один – преданность и просто безголовое выполнение любых указаний, даже вплоть до уголовных преступлений. И пошла волна, что люди, которые одни заняли принципиальную позицию, перестали это выполнять. Другие, значит, задавали вопросы, почему так, что это противозаконно, настаивали на правильном оформлении таможенных грузов. Их увольняли. Увольняли, понимаете, я много лет работаю с кадрами, понимаю, что по каждому случаю проводится служебное расследование, по каждому случаю выявляются виновные, выясняется суть происшедшего. То ли это халатность, то ли это административное контролюшение, то ли это уголовное преступление. Было умысел, не было умысел. Да, квалифицируется, и человек получает какое-то наказание заслуженное. Да, и увольняли. На протяжении всех лет существования с 92-го года работы таможенной комитета, потом таможенной службы. Этим вопросам уделялось первостепенное внимание. Но присутствовал принцип справедливости. Действительно, негодяи увольнялись. С приходом Калетника принцип справедливости отошел на второй план. Принцип преданности стал на первый план. И усердие по зарабатыванию денег и передачи этих денег по инстанциям непосредственно ему. Кто-то, кто не выполнял или кто-то задавал эти вопросы лишние, они увольнялись. Увольнялись люди целыми сменами. Даже не будучи на работе, а были уволены. Формулировка поручения присяга державного службовца. Это настолько обтекаемая, так сказать, формулировка и настолько недоказуема, в чем суть нарушения присяги. А по понятиях Калетника и Дереволка это было нарушение присяги верности ему. Кто нарушал эту присягу, тот увольнялся. Державная служба к этому не имела никакого отношения. И сегодня можно сказать по происшествии некоторого времени, что главные не нарушители присяги государственной службы, а главными нарушителями всех моральных, человеческих и нравственных норм и законов Украины и преступлений совершенных, это является Калетник и Дереволк и там целый ряд его приближенных людей. Вот говорил Михаил Николаевич, что где эти суммы. А те, кто под руководством которых эти суммы были обнаружены, они стали советниками Калетника, не понесли уголовное наказание, не выяснили откуда источник вот этих сотен тысяч и миллионов долларов и евро. Они стали советниками, ушли от полной какой-либо ответственности. Естественно, на этом фоне у родового состава возникал вопрос. Искать справедливость бессмысленно, преступления совершать можно, они не наказуемы и ни в каком, ни в административном, ни в уголовном, а за такие дела, если ты обеспечишь финансовые потоки, то ты можешь даже дослужиться при особом усердии стать советником, лично советником Игоря Григорьевича. Ну, личный состав все-таки в суды обрастался, естественно. Да, вы задали вопрос, что с этим, так вот, в процессе вот этой мясорубки, в процессе вот этого уничтожения профессиональных кадров, тысячи людей остались на улице. Я не говорю сегодня о судах, о них уже очень и очень много сказано, но даже на таком, на фоне этих судов, о которых говорят, но, как говорится, свет не без добрых людей, нельзя так чернить всех. Были люди, и судьи, которые принимали решения. Принципиальные решения. Принципиальные решения, честные, справедливые. И люди имеют уже, ну, по 3-5 лет ходят с решениями судов о восстановлении на работе. Они законно увольнение. Они законно увольнение. И не могут восстановиться. И решения судов не исполнялись. Вот какой, как говорится, силой обладал сегодня, еще нужно многим ответить, каким покровительством, какой коррупционной схеме был он основным звеном, основным звеном, об этом тоже нужно, как говорится, можно поразмышлять, потому что недостаточной информации, что все, кто обеспечил финансовые потоки, они неуязвимы, неприкасаемы, а честные принципиальные люди с решениями судов о восстановлении в защите своих интересов не восстановлены, решения судов не исполняются. Эти люди, а вот мы говорим о профессиональных таможенниках, о людях, но мы забываем или, говорится, не упоминаем уже, что у каждого есть семья, у каждого есть дети. И вот они растут в этих условиях несправедливости и работают, ну зарабатывают себе на пропитании и содержат свои семьи. Я знаю, что некоторые с высшим образованием от грузчиков, носильщиков, социальных работников до кто где мог пристроиться, потому что сегодня с работы очень сложно. Поэтому тут трагедия не только, что развалена таможенница, вращена какую-то, включена в коррупционную схему, а то, что покалечены судьбы людей и похоронен вообще принцип справедливости, нравственности, морали. Вы знаете, я вот понимаю, что в этой преступной коррупционной схеме, конечно же, задействованы обе стороны. И те, кто берут взятки, и те, кто дают взятки. Какие взаимоотношения сформировались у работников таможни с представителями бизнеса? Какие взаимоотношения, вы знаете, я еще помню свою бытность, когда работал начальником Одесской таможни, начинальником Ильичевской таможни. Мы часто встречались с бизнесом, обговаривали насущные проблемы. Вопросы всегда стояли, как говорится. Мы еще вот, люди моего поколения, немножко и имеют другое воспитание и моральный облик. Потому что нас всегда учили одному. Да, можно сделать какие-то исключения в той или иной ситуации, но нас всегда учили одному. Это не должно навредить государственным интересам. Государства всегда были превыше всего. И так учили всех работников таможни в Одессе. Потому что Одесская таможня и при Союзе, и при образовании нашего независимого государства была кузнецей кадров для всей таможенной службы Советского Союза. Выходцы с Одесской таможни я хочу сказать вам. Работали начальниками таможни на Дальнем Востоке, работали начальниками таможни в Центре России, работали начальниками таможни на Украине. И выходцы именно с нашей Одесской области возглавляли таможенную службу России, это Драганов. Выходец из Одессы с Одесской таможни Олег Николаевич Сверидов возглавлял таможню, Дальневосточное таможенное управление, потом был заместителем председателя таможенной службы России. Ну, там государственный комитет, но неважно. Понятно, да. Славная история нашей таможни и порядка. Смысл один и тот же. А что с бизнесом-то произошло? Поэтому с бизнесом мы всегда находили точки соприсновения и взаимопонимания. Но, к сожалению, этот комм начал разгортаться в одном направлении. В таможне появились люди, они есть и на сегодняшние эти люди, которые обязаны были переговорить с каждым руководителем, который имеет к отношению к какой-то внешнеэкономической операции. Я не буду называть этих людей, их вся Одесса знает. Будем так говорить откровенно. Весь одесский бизнес знает точно. Для того, чтобы ты что-то ввез на территории Украины или вывез с территории Украины, ты должен прийти к определенному руководителю, которому поручена эта миссия, и сказать, я бизнесмен Иван Иванович, моя фирма А, я хочу заниматься тем-то, тем-то вопросом. Вот у меня контракты и так далее и тому подобное. Ему четко говорили, хорошо работаете, но за каждую грузовую и таможенную декларацию, которая будет оформлена в ваш адрес, есть определенный плат. Такая-то, такая-то, такая-то. Такса. Такса эта изменялась. Каждый раз, каждый месяц и каждый год. В зависимости от характера груза, количества. Выросли эти таксы от мизера до заоблачных сумм, понимаете? Приходил этот бизнесмен себе в контору, естественно, садился, посчитывал деби с кредитом и, естественно, принимал эти условия. О каких суммах идет речь? Вот мне всегда интересна конкретика. Хотя бы приблизительно. Я понимаю, что суммы менялись, вы сказали. Ну, я вам могу сказать так, что существует на сегодняшний день, пока еще, я надеюсь, пока. Ну, или год назад, или два назад возьмем. Что касается Одесской таможни, например, да. Я могу предположить одно. Что каждый месяц в Киев должно было доставляться ни одна сотня тысяч долларов и ни один миллион долларов. Ближе к миллионным, шестизначным показателям. И ни один миллион долларов. Я правильно понимаю, ежемесячно. Ежемесячно ни один миллион долларов должен был доставляться наличными в Киев. Бизнес почему-то молчал. Вот, кстати, да. Почему в этой ситуации представители бизнеса никак не реагировали, не обращались в правоохранительные органы? Я попробую вам ответить и на этот вопрос. Почему молчал бизнес? Особенно, начиная с 2000 года, когда и коллетник руководил таможенной службой Украины. И когда пришла новая власть, которая обещала, что она услышит каждого и позаботится о каждом. Но получилось, к сожалению, все наоборот. Для вас не секрет, что за каждой таможней, да и, наверное, за каждой области появился смотрящий. Этот смотрящий, да и, наверное, таможенное учреждение решался вопрос очень просто. Появились так называемые фирмы, которым было позволено все. Особо приближенные, так сказать, да? Особо приближенные, которым было позволено все. Не секрет сегодня, что эти фирмы, как правило, курировались с донецкими ребятами. Другой, любой бизнесмен Одессы, который хотел заниматься этим бизнесом, ему или возрастали ставки по Борову, или ему рекомендовали «Ты хочешь работать? Ложись под фирму А, которой позволено все». Вот в чем беда, что бизнес, а любой руководитель, то ли маленькой фирмы, то ли крупной фирмы, как говорится, ему надо жить, ему надо работать, у него есть коллектив, у него есть расходы. И, естественно, шли на эти условия, бизнес мочал. Почему вы спросили, молчали правоохранительные органы? Да, кстати, были факты обращения к правоохранителю? Ну, может быть, я уже вам кратце и ответил на этот запрос, когда я заострил внимание на том, что совсем недавно, полтора там года назад, у начальника Одесской таможни задержали 840 тысяч, там задержали 300 тысяч. Информации, я думаю, я могу предположить, что руководители силовых ведомств знали о ситуации, которая происходит на таможне, но зная общее направление из Киева, они в эти... Заложники были ситуации. В эту... Они в эту ситуацию, они просто не вмешивались, потому что знали, что это возведено в принцип государственной политики. То есть даже и правоохранители были здесь бессильны, иными словами, так получается? Ну, подтверждение, думаю, подтверждение, пусть косвенным подтверждением, сегодня можно предположить, почему бегут прокуроры, Клименко, Калетник, почему все они убежали? Наверное, как говорят на Украине, чуя кит, чая сала зью. Поэтому это бегство сопрожжено и, наверное, является ответом на вопрос, почему все были под этим бременем и никто ничего не мог сделать. А сегодня, понимая суть этого преступления, понимая последствия тех преступлений, которые были совершены, люди бегут. И, наверное, ответом на ваш вопрос будет заявление Ефрема вчера по телевизору. Что вы имеете в виду? Заявлений было много. Да, но сказал, что они каются, что единственная коррумпированная семья, что ничего не могли сделать, и они признают, отрекаются от этих преступлений, которые были сделаны партией региону. И они на стороне, так сказать, народа. Но возникает вопрос, почему вы это не сказали главному коррупционеру, когда он приходил в Верховную Раду и предотвратили то убийство, которое было на Майдане? Вопрос простой. Наверное, почему тоже или боялись, или были запуганы, или были соучастниками. А теперь, когда те в бегах, то можно на них валить все, а мы тут как-нибудь перезимуем. И, Александр, я вам последний свежий пример еще приведу. Вот в средствах массовой информации, да и по телевизору, вы, наверное, тоже видели, когда начальника Чопской таможни Харченко замотали скотчем к столбу к городу Мукачево. А почему это произошло? Вы не задавали себе вопрос? Я думаю, люди же не просто так это сделали. Кстати, Харченко, начальник Чопской таможни, это родственник семьи Калитника. С его приходом в Чопскую таможню бизнес, по всей видимости, я могу предполагать, не выдержал той нагрузки коррупционного налога, потому что даже в средствах массовой информации, это не моя выдумка, Харченко заявил, что я с Чопской таможни каждый день 30 тысяч долларов должен отправлять в Киев. Каждый день. Во всей видимости, вы же понимаете, Закарпатье это специфика, это многонациональный регион, как говорится, и близко очень границы, и близкие родственные связи, наверное, потому что венгерское население, очень большой прослой населения. И поэтому, наверное, к сожалению, в нашей стране происходят вот такие страшные вещи. Вот вы знаете, вы сейчас, кстати, привели примеры Чопскую таможню, я думаю, к сожалению, схожая ситуация во всех регионах нашей страны. По вашему мнению, вот в этот период времени, кто и вообще по какому принципу назначался на руководящие посты в таможне, и самое главное, наверное, насколько эффективны эти люди были в исполнении своих обязанностей, как вы считаете? Понимаете, принцип, я уже затравил этот вопрос, принцип был один, личной преданности и выполнение тех указаний, которые поступали, и обеспечивая те финансовые потоки, а естественно, финансовые потоки связаны с экспортно-импортными операциями. Как и как, и что, это уже, как говорится, детали. Но эти люди, которые обеспечили финансовые потоки, которые обдирали, напрягали бизнес, доводили к ним эти цифры, эти назначались люди. Другого принципа не было. Таможня, ее основная функция, это защита экономических интересов государства. Это было всегда. Какие же экономические интересы? Вот понимаете, в чем дело? Так это было всегда. Защита экономических интересов государства. Так было всегда. От Петра Первого до, так сказать, прихода к власти нынешних ушедших, или нынешних убежавших, и в том числе и Калетника. Когда функция таможни стала защита или обеспечение экономических финансовых интересов Калетника и ежесни. Даже тот факт, за неимением, как говорится, достовернейшей информации, мы не можем утверждать это, но чисто на уровне здравого смысла и логики можно предположить, чтобы облегчить выполнение этой функции. Контрабанда всегда была. Это уголовно наказуемое преступление. Калетник. Да. Это известное место. Да. Уголовно наказуемо. Когда пришел Калетник, это стало административным нарушением. Кроме, конечно, оружия, наркотиков, короткого перечня. Но вся товарная номенклатура, которая осуществляется экспортная операция, колоннами, фурами можно завозить и ты отделаешься легким штрафом. Это было обеспечено кем-то. Для того, чтобы поджилки не трослись и можно было валить все. Какое государство, какие интересы. Но финансовые потоки огромнейшие. Хорошо, скажите, а за деньги можно было любой товар? Александр, я еще два слова могу добавить. Вот Одесский бизнес, Одесса, Ильичевс об этом знает. Существовала элементарная схема. Эта схема была придумана не в Одессе. Это была схема придумана, ну, давайте так скажем, государственной таможенной службой. В Одессе, как и сейчас есть, и в Ильичевске есть таможенные терминалы, на которые поступают грузы из портов, которые еще не оформлены в таможенном отношении. Эти контейнера или фуры заходили на таможенный терминал, вечером, как правило. Документы различными фирмами, а как их правило это было позволено не многим фирмам, а определенным фирмам. Приближенным, то, о чем мы с вами говорили. Что происходило за ночь? За ночь на терминал заезжали автомобили, вскрывались эти контейнера, ликвидный товар перегружался, вывозился. Естественно, без всякого оформления. Без всякого фискального обложения, без ничего. Он был только на следующий день. И за эту ночь в эти же контейнера закладывался товар, ну, будем так говорить, неликвидный товар, которого платежи составляют. Надо было создать видимость. Утром подается декларация. Бизнесмен Иван Петрович уже знает, что у него в контейнере изделия из пластмассы и иголки. Вот он декларирует изделия из пластмассы и горки. Это был определенный круг людей, который занимался этой работой. Но самое страшное начиналось потом, что когда люди днем приходили на работу, инспекторский состав ничего не понимает, ничего не знает. Он приходит к контейнеру с представителем фирмы или с декларантом, или с блокером. Пломба бесит, все висит, открывается. И вот фактаж перед вами. И вот именно тех людей увольняли за то, что они оформляли подобные грузы, а не тех, которые ночью сделали это, делали это преступление. Те люди были на учете, те люди были на контроле. И этим же работникам таможни, потому что пломба снималась, и пломбу, которую надо было наложить, были определенные доверенные люди, которые снимали эти пломбы и которые ночью накладывали эти пломбы. Вот что самое страшное происходило. А сейчас, кстати, начальник Одесской таможни есть? У меня нет информации. Я видел только бегущую строку, что начальник Певденной митницы склал в себя полномочия. А дальше интерпретировать я ничего не могу. Ну понятно. Нет официальной информации. Мы, конечно, об этом тогда говорить не будем. Я хотел вот еще о грузах что узнать. Выходит так, что в принципе любой груз, который может быть доставлен в Украину теоретически, да, он может пройти через границу, не облагаясь никакими налогами, то есть не растамаживаясь, не проходя никакие там сертификацию и так далее и тому подобное. Да, вот по тем схемам, о том, о чем вы говорите, можно любой груз провести в нашей стране. Я могу вам сказать однозначно, что то, что декларируется, это не обязательно, что увозится в Украину. К сожалению. Вот и весь ответ. А если расширить эту тему, то там может быть все. Я не исключаю страшную бич нашего государства. Это наркотики, это оружие, это любая спецтехника, это можно предполагать, под этим видом может пройти что угодно. Ну, понимаете, вы вот сегодня, конечно же, рассказали о страшных фактах. Дело в том, что я думаю, что многие догадывались, некоторые, наверное, знали о существовании всех этих схем, потому что не раз всплывали какие-то коррупционные скандалы. Но действительно, во-первых, то, что государство лишалось огромного количества денег, которые не поступали в бюджет. Помимо того, что под этой контрабандной можно было ввести в страну все, что угодно, вы говорите, вплоть до и наркотиков, оружия и так далее, и тому подобное. Страдали невинные люди, покрывались коррупционеры, целые схемы. Сейчас вот в связи с тем, что происходит в нашей стране, в связи с революцией, в связи с изменением власти, что делать сейчас, в нынешних условиях? Как организовать работу таможенной службы, вернуть ее в законное, нормальное русло? Ведь та задача основная, о которой вы говорили, она ведь абсолютно не выполняется в нынешних условиях. Основная задача таможенной службы. Вы знаете, что я хочу сказать? Мы, может быть, где-то на 99% здесь у вас в студии, и сегодня говорим о тех проблемах, которыми живет Одесская таможня и которыми живет все таможни Украины. Я почти уверен однозначно. Сегодня те кадры, которые работают в Одесской таможне, или в Певденной мытнице, как мы называем, нельзя говорить, что тотальные испорченные все. Нельзя говорить, что те, что были уволены, все ангелы. Нельзя говорить. Но необходимо сделать соответствующую иллюстрацию. Надо вернуться обязательно к тем людям, незаконно уволенных, и пересмотреть вопрос, нужны ли они еще таможенные службы. Это специалисты. Я был свидетелем, когда я работал руководителем структурных подразделений, вот на шестом километре, когда, я вам не хочу рассказать, как увольняли у меня людей. Я лично тогда говорил с Дереволком, я его очень близко знаю. Я и с Калитником не одну чарку выпил. И не один день, а не один раз общались, как говорится. Я говорил, ну это профессионалы, за что мы их увольняем, как говорится, за что? Это люди, которые нужны службе. Вы не подумайте, что в таможене, в Одесской таможне сегодня много специалистов, которые знают таможенные законодательства, которые могут работать с электронной таможенной декларацией. Это единицы. А уходили, увольняли тех людей, которые знали многое и умели многое. Вот что плохо, понимаете? А те вот люди, которые сегодня приходят в Одесскую таможню, там, с юридической академии или с других там, с бывшей таможенной академии, таможенной службы, которая была в Днепропетровске, если вы знаете, как правило, приходили дочери, сыночки. Нас в свое время, когда учили таможенному делу, мы полгода за наставником носили портфель. И каждый его шаг он учил нас, как надо делать ту операцию или иную операцию. А сейчас молодежь, которая приходит в таможню, она на второй день требует, чтобы ей выдали печать. А печать, это... Это деньги. Это деньги. Поставил печать, уже заработал. И мало того, понимаете, вся беда в том, что все стремятся только попасть на работу туда, где едет контейнер через границу. А сколько подразделений, которые должны... Уже каждый думает о своем кармане. К сожалению, два поколения потерянных. Два поколения потерянных. И когда таможня говорит, идите туда, там можно грабить, там можно заработать, оно порождает страшные вещи. И мы не скоро от этого избавимся. Очень жаль. Ну, что же делать тогда? Есть какой-то механизм. Понятно, что иллюстрация... Сейчас все говорят об этом. Иллюстрация власти, иллюстрация таможенной службы. От Александра Македонского. Знаете, я вам расскажу одну простую истину. Когда председателем таможенной службы был Леонид Васильевич Деркач, вот Деркач для таможенной службы Украины, это как Базовский был когда-то для Советского Союза. Кто меня слышит, старые работники таможенной службы и Советского Союза Украины понимают, что это такое. При Деркаче практически вся таможенная служба Украина развивалась только при Леонид Васильевича Деркаче. Элементарно очень все просто. У нас тогда была социалка, у нас тогда были служебные и выдавалось жилье. А все элементарно просто, казалось бы, еще были те кадры от Советского Союза, которые были морально чисты более-менее. И вся беда в том, не беда, а добро было в том, что тогда была единственная отдушина таможенной службе, что все сборы от таможенной, работы таможенных органов шли на развитие таможенной системы. И вот за эти деньги была полностью построена новая инфраструктура. Были построены только в Одесской области десяток таможен с административными зданиями, с пунктами пропуска и так далее. Таможня практически не требовала ни копейки государственного бюджета. А если разобраться в нынешних условиях, эти бы сборы уходили бы неизвестно куда. Ну вы вот помянули старые времена. При Диркаче не было таких схем о том, о чем мы говорили сегодня? Я вам еще раз говорю. При Леониде Васильеве Диркаче подобного ничего не было. Понятно. Спасибо. Я прервался. У нас совсем мало времени. Буквально минутка. Пожалуйста. Значит, я буквально дополню Михаила Николаевича, что про Диркаче. Диркач сумел как председатель таможенной службы обеспечить работу таможенной службы независимо, принципиально и самостоятельно. Никто не мог влиять. Инспектор принимал и начальник таможни решений нес за это ответственность. И никто на это повлиять не мог. Никаких коррупционных схем не было. За кадры, вот как говорили, безусловно, это уже настолько от Александра Македонского кадры решает все, а не Сталин, как но и думают. И Суворов, да, тяжело в учении, легко в бою. Конечно, кадры это основа. Основа любого критива. Но здесь, мне кажется, на мой взгляд, субъективный, сделана роковая ошибка объединения налоговой и таможней. Если брать мировой опыт, так там это в Министерстве финансов. А сегодня два фискальных органа объединили в один и создали фискального монстра. Да в то же время два юридических лица. Фискального монстра, который сегодня, ну я не говорю, но потенциально, потенциально может просто уничтожить бизнес на корню, любой уничтожить. И успешно это делает. Потому что у нас немало, они средний счет, все это задавили поборами, сборами. Ну, вы знаете, это Министерство доходов и поборов. Название. Поэтому, я думаю, чем быстрее будет ошибка эта исправлена, и таможенная служба будет самостоятельной фискальным органом. Пусть даже в составе Министерства финансов, но это будут два фискальных органа, которые можно контролировать, которых есть своя специфика, которая выполняет абсолютно другие функции, хотя, казалось бы, аналогичные. Вот. Тогда мы сможем говорить о защите экономических интересов, тогда мы можем говорить о бюджете, тогда мы можем говорить о контроле за экспортными операциями. А сегодня это очень хорошая база, очень хорошая основа для коррупции, тотальной коррупции, тотального масштаба государства, что по многим признакам у нас произошло и мы имеем на сегодняшний день. По многим показателям. Спасибо большое за интересную информацию, за интересный разговор. Наша программа подходит к концу. Я желаю вам успехов. Я думаю, что, конечно, в это время большая работа предстоит для того, чтобы навести порядок не только в таможенной службе, но и во многих сферах нашей страны. Спасибо вам большое. Удачи. До свидания. Спасибо. До свидания, телезрители. До свидания. Что ж, уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин